Привет! Вы смотрите программу Гараж. Меня зовут Андрей Кмаров. Сегодня мы с вами поговорим про кольца. Не про луковые и не про поршневые, а про гоночные. Прогоночные это тоже не про поршневые. Сегодня мы с вами поговорим про гоночные кольца, на чем ездят в российском кольце, где ездят, на каких автодромах, на какой технике и что это такое РСКГ. Раньше в России российское кольцо называлось ЛГСА, РТСС, сейчас это РСКГ, российская серия кольцевых гонок, которая едет под началом компании СМП Рейсинг, которая входит в большую группу компаний СМП, которую руководит Борис Ротенберг. Но сегодня мы не про деньги, а про гонки. Российская серия кольцевых гонок это соревнования, которые проводятся на всех автодромах в европейской части России. Почему только в европейской? Потому что, во-первых, за Урал очень дорого везти всех участников и зрителей. Во-вторых, там просто нету соответствующего уровня автодромов, которые бы соответствовали по безопасности и по вместимости участников. Потому что участников достаточно много в РСКГ, их едет аж 8 классов совершенно разнообразной техники, 8 типов автомобилей, которые разбиты по мощности, по техническим требованиям и так далее. Самые быстрые в российском кольце это класс Туринг, так будем говорить на европейский манер, и класс GT4, ну или суперкары. Примерно это, чтобы вы понимали, Мерседесы GT, которые едут в Формуле 1 в качестве safety car. Это что-то типа 4-литрового мотора, 500 лошадиных сил в стандартном оснащении, на широченных шинах. Но самое главное условие класса, что здесь не может быть профессиональных пилотов. Профессионалы едут именно в Туринге. В Туринге огромное количество настроек по шасси автомобиля, они в разные стороны могут настраиваться, чуть-чуть поуже шина. И машины это европейские хэтчбеки, 2-литровые, с турбиной, примерно 350 лошадиных сил. Но там едут Ладыгин, там едут Прагин и прочие-прочие профессионалы, которые ведут свою машину достаточно быстро. И поэтому GT4 суперкары и Туринг едут примерно в одно и то же время. Чуть-чуть помладше турбированные моторы это класс Super Production. Vesta 1.6 Turbo, где-то примерно 250 лошадиных сил. И также Subaru BRZ это самые главные соперники этого класса. Все остальные классы RSKG атмосферные. Атмосферный, например, Туринг Лайт 1.6 моторы, европейские хэтчбеки малого класса, типа Volkswagen Polo 1.6, примерно 180-200 лошадиных сил на шине Sleek. Это достаточно быстрая машина. И они ездят вместе в одном классе с автомобилем класса Super 1600. Super 1600 едут на Polo Sleek. Это немного их замедляет в плане управляемости. И также Super 1600 это европейские хэтчбеки, которые продаются и производятся в России. Типа Hyundai Solaris, Kia Rio X-Line, Lada Kalina. Все они ездят с моторами 1.6. Там степень форсировки примерно 160-170 лошадиных сил. Какой же инженер расскажет вам, сколько там у него лошадей под капотом? Никакой. Поэтому все это примерные такие данные. Очень многие зрители говорят, что это класс таксистов. Но там ездят достаточно быстрые профессиональные пилоты, которые выходцы из картинга или достаточно давно участвуют в автомобильных гонках. Есть еще так называемый класс спортпрототипов. Там ездят автомобили класса легенд. Это такая железная пространственная рама с мотоциклетным мотором и с пластиковым кузовом. По типу такого же Midget и Shortcut. Shortcut это российская версия Lotus 7 или автомобилей Cutter Hand. Там под капотом ВАЗовских Шестнари. Они ездят достаточно быстро, их достаточно много. И это не самый дорогой класс для того, чтобы войти в автоспорт и понять, что это такое. Машины дешевые, поэтому оттуда очень многие начинают. В этом же году должны появиться автомобили класс Time Attack. Они максимально заряжены по аэродинамике. Там могут быть абсолютно любые моторы, любая ширина, ширина шин и так далее. В общем, об этом было бы неплохо рассказать, но чуть-чуть попозже, потому что на первом этапе их не было. Но на первом этапе уже появился новый класс в РСКГ. Это Historic Cut. Это Жигули. Дальше я буду говорить только в превосходных степенях, потому что эти машины, во-первых, очень красивые. Они отличаются от современных автомобилей, вот именно своим каким-то обаянием вот этого прошлого. Они, во-вторых, достаточно быстрые, потому что плюс 10 сантиметров с каждой ширины, разрешенные регламентом, это потрясающий шаг вперед по управляемости. Машины стоят на дороге просто шикарно. Плюс еще у них шины полуслик, что дает им огромное количество цепкости на поворотах и огромная мощность, потому что класс А5 подразумевает форсировку до 2 литров, до 200 лошадиных сил. И, например, таким показателем скорости является Владимир Черевань, который ехал на тестах на Рейсвэй, на своем полу в Туринглайте, на Сликах и на Жигулях на полусликах. Он ехал в одно и то же время, потому что Жигули легкие, 900 килограмм, мощные, 200 лошадиных сил. Валят они просто как пужаленные. Это потрясающе классно. И следит за этим классом огромное количество людей. Во-первых, большое количество ненавистников, которые говорят, что Жигули это ретро, это не гоночные машины, не современные. Зачем на них гоняться и ждут, когда они сломаются или будут ехать медленно. А они едут быстро и не ломаются, чем привлекает огромное количество всех остальных зрителей. Около половины автомобилей, бегающих по нашим дорогам, имеют автоматическую трансмиссию. Но не каждая машина блещет надежностью коробки автомата. А у владельца ремонт такой коробки может вытянуть солидную сумму денег. Гидротрансформатор работает как центрифуга. Соответственно, по краям лопастей скапливаются продукты износа. Тех же самых блокировок симптомы могут быть разные. От вибрации до плавающих оборотов при разгоне, ну и вплоть до остановки мотора при включении драйва. Сервисный центр «Гефест» на улице 50 лет октября, дом 15А, пополнился оборудованием для ремонта наиболее часто ломающейся детали в АКПП. Здесь разбирают гидротрансформатор, моют его части и потом собирают уже с новыми комплектующими, новыми фрикционными накладками, подшипниками и демпферными пружинами. Официальные дилеры рекомендуют замену всего узла, стоимость которого может достигать и сотни тысяч рублей, тогда как ремонт может обойтись в 10 раз дешевле. Подобные ситуации встречаются и с рулевыми рейками. Не стоит думать, что при нештатной работе рулевого управления нужно менять рулевую рейку целиком. В большинстве случаев ее можно отремонтировать. Для ремонта рейк протачивают вал, изготавливают новые втулки, подбирают сальники, а также здесь исправляют дефекты при эксплуатации автомобилей с карданами. Мы специализируемся на ремонте карданов. Имеем оборудование для керняния крестовин и переделки их под стопорные кольца. А также имеем балансировочный станок, который вмещает узлы до 6 метров, то есть для любой коммерческой техники. И самое главное напоследок – чистота и порядок в инструментах и запчастях – это залог профессионального подхода к задачам, а значит – качественное исполнение. Что касается гонок на «Жигулях», это я вам расскажу в следующей программе, потому что почему стоит моя 48-я, почему стоит автомобиль 123-й Кирилла Булатова и вообще, что происходит сейчас в гонках на «Жигулях», в классических гонках в нашем российском кольце. Об этом я с вами поговорю на следующей неделе в программе «Гараж». Желаю вам удачи на дорогах. Пока ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok